Приветствуем, дорогие! Мы рады снова встретиться с вами. Каналу необходим был перерыв, поскольку она также растет и развивается в новых энергиях, которые все испытывают в это время. Многое продолжает происходить на всех уровнях, поскольку все больше и больше людей пробуждается от сна. Многие из них еще не понимают, что происходит, и воспринимают внутренние изменения просто как новые взгляды или новые мнения по поводу какой-то проблемы. На самом деле, происходит расширение сознания, которое позволяет им выйти за пределы многих старых убеждений, основанных на страхе. Радуйтесь, друзья мои, поскольку вы покидаете плотный кокон невежества и становитесь бабочками понимания, даже если не замечаете этого. Многие серьезные духовные искатели продолжают поддерживать представления о том, как выглядят духовность и вознесение. Большинство этих представлений пришло из книг, рассказывающих о том, как это испытывали другие люди, о переживаниях, которые часто не были полностью поняты и поэтому интерпретировались и представлялись с точки зрения трехмерного сознания и религиозных убеждений. Эволюционный опыт одного человека не может быть точно таким, как у другого. Каждый из вас прожил многие жизни при различных обстоятельствах и теперь здесь извлекает уроки, которые необходимы именно ему. Опыт каждого человека будет отличаться в зависимости от того, что необходимо для того, чтобы выйти из старой энергии в реальную. Часто то, что считается неудачей с общепринятой точки зрения, на самом деле ведет к огромному духовному росту человека в результате выбранных им событий. Мы видим, как все вы начинаете понимать и осознавать, что любовь действительно существует и как жить ею. Ложная концепция любви, существовавшая долгое время в человеческом сознании, приводила многих к большим страданиям и ограничениям. Это продолжается, поскольку детей, свободных от ограничивающих концепций любви, учат не любить кого-то или что-то. Любовь считалась эмоцией, и это привело к вере многих в том, что они не способны к безусловной любви, потому что не испытывают эмоций. Вы развиваетесь и начинаете понимать любовь, как осознание и действие, вытекающее из сознания единства, признание изначальной божественности каждой души и каждого живого существа, независимо от внешних появлений. Это достигнутое состояние сознания признает, что все живые существа достойны уважения и почитания, что нет, и не может быть никого за пределами единого целого, единого вездесущего, всемогущего, всеведущего божественного сознания. Человек не превосходит другие живые существа, как многие ошибочно считают. Когда это будет понято и принято большинством, мир перестанет считать глупостью общения с деревьями, растениями, духами природы и животными, которые уже ведут многие из вас. Поддерживайте энергию любви, независимо от того, что происходит в течение дня. Это тренировка. Не опускайтесь до уровня резонирования с низшими энергиями. Вместо этого, выносите свет в каждую ситуацию. Это лучшее, что вы можете сделать. Часто считается, что спокойные действия или отсутствие их перед лицом какой-то неприятности не является духовным решением, а скорее бегством, отражающим потворство энергии низших измерений и дающей им власть. В таких случаях спросите себя, как я считаю, что заставляет меня действовать или думать таким образом. Сталкиваясь с идиотами, это может быть просто кто-то, поражающий вас своей глупостью. Посылайте им свет. Вы можете просто промолчать, но это молчание будет иметь совершенно другой смысл. Я прячусь от этого и, таким образом, подпитываю его. Или я пребываю в свете истинно вижу, что срывается за проявлением. Вы можете просто улыбнуться или сказать «Спасибо за ваше мнение», или даже твердо ответить словами, которые человек поймет в соответствии со своим состоянием сознания. Низкорезонирующие энергии не могут войти в высшее. Поддерживайте свое энергетическое поле наполненным светом и истинной в течение каждого дня, давая другим свободу жить в соответствии с достигнутым ими состоянием сознания. Это не означает, что вы должны быть в плохих отношениях любого рода. Мы хотим поговорить о любви как энергии и почему так важно людям любить себя и других. Любовь в чистом виде резонирует на наивысшем уровне. Это чистый свет. Когда человек не любит или не уважает себя, он блокирует потоки и интегрирование этой энергии. Вы не можете вырвать себя из общей картины, если хотите понять и испытать любовь, которая является основой всего сущего. Помните, существует только единое целое, выражающее себя в бесконечных формах и видах, и поэтому вы никогда не можете не учитывать себя. Многих ложно учили, что духовно принижать себя это неправильно, такое убеждение, это принижение божественности, вашей истинной природы. Любовь, энергия единого целого, бесконечно присутствует и течет внутри себя. Все, что вы видите, слышите, ощущаете на вкус и запах, к чему прикасаетесь, это она, но интерпретирована в соответствии с состоянием сознания человека. Ничто и никто никогда не может отделить себя от нее. Высокий резонанс любви исцеляет, изменяет и повышает тех, кто восприимчив. Но, что действительно происходит, так это растворение того, что иллюзорно и раскрытие того, что реальное. Так исцелял учитель, известный как Иисус. Его сознание, знавшее и признававшее только божественное совершенство, служило для повышения сознания тех, кто восприимчив к этому. Мир называл это исцелением, но это было откровением. Иисус указал путь, он пытался учить мир, что этот дар дан не только ему, как многие все еще верят, но этот дар станет естественен, как только такое состояние сознания будет достигнуто, а не только интеллектуально понято. Применяя знание истинной в каждой ситуации, оно постепенно становится состоянием сознания и начинает проявляться в жизни каждого дня. Многие совершают ошибку, считая, что, как только у них появится интеллектуальное понимание истины, она начнет действовать в их жизни. Например, человек выбрасывает необходимые лекарства, крича, «Так как я божественен, я больше не нуждаюсь в этом», а потом сваливается от болезни. Духовная эволюция – это постепенное достижение сознания истины, ведущее к тому моменту, когда, действительно, можно выбросить лекарства. Это не может быть достигнуто в течение только одной жизни. Вы приближаетесь к завершению своих трехмерных уроков и готовы перейти в новую и более высокую энергию. Вы работали, боролись и завершаете. Знайте это, независимо от любых внешних появлений. Вы не читали бы или не резонировали бы с этими сообщениями, если бы это было не так. В это время высокорезонирующая энергия настоящей и истинной любви излучается из сознания очень многих, повышая мир вознесения. Каждый человек, достигший сознания безусловной любви, добавляет свет во всеобщее мировое сознание. Ничто не поддерживает картины дуальности и разделения, кроме энергии веры в них. Многое начнет исчезать или развиваться в более высокие формы, поскольку все больше людей пробуждается. Война, насилие и борьба никогда не приведут мир к миру. Эти действия могут только усилить самих себя, потому что подпитываются такой же энергией. Вы, творцы, не забывайте этого. У вас есть сила изменить то, что вы хотите, но более высокие формы чего-либо могут проявиться, если только есть сознание, сущность формы, необходимая для проявления этих более высоких форм. В это важное время в мире все, кто восприимчив, получают мощную поддержку от развитых существ света, ангелов, архангелов и развитых планетарных существ. Поступает много новых и высших энергий, чтобы помочь вам с вознесением. Постарайтесь не бояться будущего и не пытайтесь точно представить, как все должно происходить, поскольку это больше, чем может понять человеческий разум. Просто живите каждый момент своей жизни, не ожидание, что это должно произойти именно так, чтобы быть правильным. Наиболее часто все происходит не так, как вы ожидаете, и это важный урок. Вы нигде не находитесь случайно, вы выбрали быть именно здесь и находитесь на своем пути, даже, если кажется, что это не так. Пора научиться доверять. Поверьте, что, в действительности, вы, божественные существа, имеющие трехмерные события, чтобы учиться и расти. Поверьте, что у вас есть руководители и существа света, направляющие вас. Всегда доверяйте своей интуиции, даже при самых обыденных событиях своей ежедневной жизни. Поверьте, что каждое ваше событие помогает вам осознать любые ложные концепции и убеждения, которые вы все еще можете поддерживать. Когда вы решили воплотиться в это время, вы знали, что это будет трудная жизнь в низших энергиях, и все же вы сделали это, зная, что это время дает возможности, как никакое другое. Многие надеялись, и все еще много надеющихся, находиться на земле в это время. Будьте благодарны за то, что вы здесь, независимо от трудностей, которые вы можете испытывать, поскольку это благословенная привилегия. Доверяйте, сохраняйте спокойствие, и что наиболее важно, любите. Мы, Арктурианская группа, 6 сентября 2015 года.